В апреле прошлого года Матвей Турбин играл с другом на территории школы, в которой учился. Мальчишки за гаражами разбивали пустые бутылки и шифер о кирпичную стену. Когда Матвею поранили руку, он попытался остановить опасное занятие и вразумить товарища. Тот убежал. В этот момент, услышав звук бьющегося стекла, к мальчику, оставшемуся одному, подошел сотрудник школы с претензией, что тот повредил его машину, которая находилась с другой стороны гаража. Эту историю рассказала любовь Турбина, мама мальчика. Уже не первый год она пытается доказать невиновность сына в судебных инстанциях. Доводы были построены только на признании испуганного ребенка, утверждает любовь. Автовладелец обратился к родителям Матвея с просьбой оплатить ремонт своей машины, который можно сделать в мастерской его друга. Мама мальчика отказалась оплачивать ремонт автомобиля, так как вина ее сына не доказана. Мужчина обратился в полицию с заявлением взыскать семье Турбинах ущерб, причиненный их сыном, но ему было отказано. Тогда он обратился в суд. Медведев подвел меня к директору и начал расспрашивать, это ты кинул? Я ответил, да, я кинул уже в кусты. Потом он сказал про машину, я ему сказала, я не кидал. Следственные мероприятия, утверждает мать, не проводились. В суде семья также ходатайствовала о проведении экспертизы, но им было отказано. На данный период наша семья сейчас находится на иждивении моего мужа. У меня двое детей несовершеннолетних, муж инвалид третьей группы. Находится на длительном лечении и на длительном больничном в связи с заменой тазобедренного сустава. Я не работаю, потому что ребенок часто болеет. Находимся постоянно на лечении всевозможном. Суд не принял к сведению материальное положение ответчика. Суд отклонил все мои доводы, письменные ходатайства, устные ходатайства и вынес решение взыскать с меня в полном объеме сумму в размере 6800 в пользу истца. Госпошлину в размере 400 рублей ответчику пришлось также оплатить из детского пособия. Пояснения по данной ситуации мы попросили у уполномоченного при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алены Лопатиной. В разговоре с корреспондентом Курганру она пояснила, что решение суда – это закон, да и нарушение прав ребенка не видит. По закону родители несут ответственность за ребенка. Именно они должны контролировать его действия, где бы он ни находился. Жанна Карманова, Вадим Бутаков, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.